Урок 9. Задача первая. Упростите выражение. Три одинаковых множителя. 2 умножить на 2 умножить на 2. Можно записать в виде степени 2 в кубе. 3 умножить на 3. Это 3 в квадрате. 5 умножить на 5. Это 5 в квадрате. Таков ответ. Задача вторая. Запишите сумму кубов в чисел А и 7. То есть складываются кубы. А в кубе плюс 7 в кубе. Задача третья. Назовите наименьшее число. Давайте определим знак каждого числа. Отрицательное число всегда меньше положительного. Первое. Давайте найдем значение. 2 в кубе – это 8. И еще надо поставить минус перед значением степени. Значит, первое число – это число минус 8. Второе. Основание степени – число отрицательное. А показатель степени – четное число. Значение степени – число положительное. Следующее число. Основание степени – 2 десятых. Это положительное. При возведении в пятую степень получится положительное число. Основание степени – минус 2. Показатель степени – число четное. Минус 2, если умножить на минус 2, будет плюс 4. Число положительное. Основание степени – 1 вторая. Положительное число. При возведении в шестую степень будет число положительное. Итак, все числа положительные, кроме первого. Первое число – отрицательное. Значит, это число наименьшее. Задача четвертая. Вычислите. Давайте определим сначала порядок выполнения действия. Сначала надо будет возвести в степень. Каждая из этих чисел. Затем надо будет выполнить деление, умножение. И последнее действие – вычитание. Основание степени – минус 10. Показатель степени – 3. Минус 10 надо умножить на минус 10, умножить на минус 10. Получится минус 1000. 2 в кубе – это 8. Если минус 1000 разделить на 8, получится минус 125. Основание. 1 пятая. Надо возвести в четвертую степень. И умножить на 25 в квадрате. Давайте запишем в виде дробного выражения. Числитель – это 25 в квадрате. 25 умножить на 25. Знаменатель – 5 в четвертой. 5 умножить на 5, умножить на 5, умножить на 5. Можно сократить на 25. Еще раз на 25. Значение данного дробного выражения – единица. Что получилось? Минус 125, минус 1. Складываются отрицательные числа. Надо складывать модули. И получится минус 126. Задача пятая. Какой цифрой оканчивается значение выражения? Давайте найдем последнюю цифру каждого слагаемого. Так как интересует только последняя цифра, будем рассматривать последние цифры. Основание степени. Первое слагаемое. 22 в кубе. Основание степени оканчивается на 2. 2 в кубе – это 8. Значит, последняя цифра первого слагаемого – 8. Второе слагаемое оканчивается основание степени на 3. 3 в четвертой – это 81. Значит, второе слагаемое оканчивается на 1. Третье слагаемое. Основание степени оканчивается на 4. 4 в первой – это 4. 4 в квадрате – 16, оканчивается на 6. 4 в кубе – 64, оканчивается на 4. Если показатель степени число нечетное, то значение степени оканчивается на 4. А если четное, то тогда оканчивается на 6. В данном случае показатель степени – 5. Число нечетное. Значит, оканчивается на 4. А теперь надо выполнить сложение. 8. Первое слагаемое оканчивается на 8. Плюс 1 и плюс 4. Получится 13. Последняя цифра – 3. Значит, значение данного выражения оканчивается цифрой 3. Так что мы сейчас будем делать это определение. «Оканчивается на 9-3-4-5-5-6-7-6-7-6-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7». Ика давайте замک 191-6-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-8-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Продолжение следует...